приветствую вас уважаемые зрители в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о свойствах гузины черной расскажу я вам где это растение применяется в научной и народной медицине для лечения каких заболеваний посмотрим какие вещества входят в состав гузины имеются какие-либо противопоказания к применению расскажу вам также один из способов приготовления лечебного настоя но и о некоторых других особенностях гузины черной я вам также поведаю начнем мы с описания итак бузина черная это кустарник или дерево высота в среднем составляет 2-6 метров но иногда достигает 10 метров относятся растения к семейству адоксовые любит умеренный климат родиной бузины считается северная африка хотя встретить растения можно во многих странах европы и азии встречается также в странах снг это в белоруссии украине на кавказе и в южной части европейской россии листья у растения супротивные непарно перистые довольно крупные что касается цветения то цветет растение в мае и июне цветет такими довольно мелкими цветами белого или желто-белого цвета в диаметре они достигают всего 5 миллиметров собраны они в крупные щитковидные корзины достигающие до 25 сантиметров в диаметре имеют цветы приятный душистый аромат а вот у листьев наоборот если растереть лист то можно почувствовать очень неприятный запах кора у бузины черной такого серо-пипельного цвета кстати в лечебных целях используют практически все части этого растения кору, корни, цветы, листья часто выращивают бузину черную в парках и садах встретить ее также можно на лугах любит она почему-то расти на свалках и в заброшенных местах что касается применения этого растения то о его полезных свойствах известно уже несколько столетий на протяжении средневековья бузину черную считали священным растением верили что бузина черная способствует долголетию очищает кровь и тонизирует есть такая старая легенда о человеке который заблудился в лесу очень долго бродил по лесу и в конце концов набрел избушку у которой сидел старый старый дед этот старик был чем-то расстроен плакал и когда заблудший спросил у него в чем дело то старик ответил что он был побит своим отцом зашел этот человек в избушку и обнаружил в ней еще два деда которые были еще более древними непонятно было сколько им лет вот попросил заблудившийся человек рассказать стариков о секрете их долголетия и выяснил что всю жизнь эти старики прожили в лесу и практически каждый день они ели ягоды бузины вот такая вот история ну и давайте посмотрим какие же еще названия есть у бузины черной также ее называют бузовник песчаник и бас перейдем к химическому составу и так состав растения входит эфирное масло гликозиды кстати есть один ядовитый цианогенный гликозид не помню как он называется но в процессе его ядрозе образуется сединенная кислота довольно ядовитое вещество там конечно на дозу еще зависит вот но что интересно содержится этот гликозид в цветущие в цветах в общем бузины свежих но в процессе сушки ванна разрушается то есть сушеные цветы никак не навредят также содержится холин и рутин алкалоиды витамины А и С кислоты такие как уксусная, яблочная, кофейная и валериановая далее дубильные вещества содержатся в основном в корнях фитостерины содержатся в коре аминокислоты в ягодах в основном слизи и смолы но еще также найдены жирные жиры в общем жирное масло в семенах он содержится так ну и давайте посмотрим где же нашла свое применение бузина в народной медицине извините в научной медицине научная медицина в учебных целях используют только соцсвете бузины рекомендуют их при простуде гриппе при бронхите при ларингите при заболеваниях почек и мочевого пузыря при невралгиях а также используют как патагонное и мочегонное средство и перейдем к народной медицине здесь уже используют не только соцветия как я уже говорил народные лекари используют почти все части растения лечат бузиной болезни почек используют ее при ревматизме при подагре и воспалении суставов при фурункулах угрях прыщах при простуде также при сухом кашле и бронхите применяют как слабительное средство кстати кора бузины в особенности обладает таким слабительным эффектом и вызывает рвоту даже с раствором марган соки в общем подействует чем-то схоже вот и приятел как еще использует так и давайте посмотрим противопоказания не рекомендует употреблять бузину при несахарном диабете довольно редкое заболевание и язвенную энтероколите давайте теперь поговорим про заготовку лекарственного сория итак что касается заготовки ягод собирают их обычно в начале сентября срезают полностью кисти затем обрывают ягоды или точнее сказать костянки после чего их пару дней вялят на свежем воздухе насколько я знаю сушат их в тени и на солнце после чего уже досушивают в печи при температуре 60-70 градусов со свете собирают в июне также обрывают грозди сушат в тени либо печах при невысокой температуре около 40 градусов все лишнее после сушки следует удалять чтобы остались они цветы что касается корней то собирают их в конце осени листья ягоды цветы зеленые черные хранятся в среднем 2 года кора и корни около трех лет больше всего полезных веществ содержится в коре цветах и ягодах ну и напоследок расскажу вам способ приготовления лекарственного настоя который применяется как патагонное при простуде понадобится взять 2 чайные ложки сушеных соцветий растения залить их стаканом кипятка настоять в течении 30 минут после чего процедить и принимать в горячем виде пол четверть стакана 3-4 раза в день или пол стакана перед сном на этом все всем спасибо за внимание будьте здоровы